Знаете, мне что-то подсказывает, что эта музыка будет вечной. Эта музыка будет вечной, эта пандемия в обозримом будущем точно не закончится, даже если они достигнут каких-то показателей в 60% привитых, в 70% и даже в 80% привитых, но в цифрах в 95% я всё-таки не верю. Тем не менее, не радуйтесь. Не будет статистика по заболевшим снижаться. Может быть, по числу смертей что-то поменяется, но по числу заболевших она снижаться не будет. И вот почему. Очень скоро нам начнут рассказывать, что, ну, понимаете, вирус мутирует, вот старые вакцины устаревают. Могу даже поспорить, что так и будет. Поэтому вот мы решили доработать, переработать, переделать. И вот в этой связи, да вот теперь надо по новой перевакцинироваться. Это будет продолжаться, продолжаться, продолжаться и продолжаться. Так что особо, господа привитые, не обольщайтесь. Это всего лишь бизнес. Кстати, меня умиляет вот этот вот пропагандистский аргумент, который они почему-то называют аргументом. В Советском Союзе никто никого не спрашивал. Просто прививали всех и всё. Слушайте, в Советском Союзе не надо сравнивать. Советский Союз и сегодняшнюю Россию. В Советском Союзе здравоохранение, потому что это было здравоохранение, там действительно занимались здравоохранением граждан. Сегодня, в сегодняшней России, наше здравоохранение поставлено на коммерческие рельсы. Оно там оптимизировано, по самое не хочу, тем же врачам. Сегодня, в отличие от советских, врачи говорят, не людей лечить. А вот хотите денег, зарабатывайте. Вот берите и зарабатывайте. Пока здравоохранение будет коммерческим, а теперь оно уже будет коммерческим. Забудьте вы про этот Советский Союз. Всё будет совершенно по-другому. Деньги правят миром, деньги правят Россией. Ребята почувствовали вкус денег. Теперь они не будут останавливаться. Всё, у нас больше не Путин президент. У нас президент теперь, видимо, Голикова, Попова, чиновники от здравоохранения и так далее. Сейчас всё расскажу. Реальная журналистика. Рубрика. Коротко о главном сегодня. Поехали. Напомните мне тупому, кто и когда вот эту Голикова избирал президентом. Голикова и её друзья от медицины, её друзья от фармацевтики, которые, как мне кажется, уже пошли в разнос. Потому, что они почувствовали, что вся эта история с пандемией, это очень хорошо для фармацевтического бизнеса. И они начали просто откровенно закручивать гайки в угоду фармкомпании. Тут посмотрите, что происходит. Вот сегодня внесён в Думу законопроект об обязательности QR-кодов. Об обязательности QR-кодов. Что это значит? А это значит, что всё, можно попрощаться с малым и средним бизнесом. Это значит, что у нас появится огромное количество безработных. Это значит, что нас просто будут вынуждать идти и прививаться, то есть платить им деньги. Да, кто-то мне сейчас скажет, не-не-не. Мы же им не платим деньги. Ты просто не понимаешь, как это работает. Мы им как раз платим деньги. То, что тебе делают эту прививку якобы бесплатно, это не так работает. Это называется госзаказ. Фармкомпания произвела энное количество доз этой вакцины. Она отправила в тот или иной регион и получила из бюджета деньги. Из бюджета эти деньги могли быть направлены на что-то другое. На строительство больниц, на соцподдержку граждан, на поддержание того же малого и среднего бизнеса. Но нет. Фармацевтическая компания на этом зарабатывает. Ей при этом даже продавать что-то не приходится. Она участник госпрограммы. Как думаете, почему? У нас сегодня произвели 5 вакцин уже. 5 зачем? Вот зачем такое количество вакцин, если можно было произвести одну, как сделали в других странах? Потому что это бизнес. Потому что есть разные группировки, которым это понравилось, которые попробовали, понюхали крови, скажем так. И вот они начали, они делают эти вакцины. Там же как? Есть разработчик, который с каждой дозы укола получает свою копеечку. Вот тот же Гинсбург, он получает с каждого укола по патенту какую-то свою копеечку. Почему он так ратует, так топит за эту обязательную вакцинацию? С каждого укола он получает, ну представьте, даже 1 рубль. Вот сейчас 62 миллиона человек привили. 62 миллиона рублей Гинсбург получил. Привед вторым компонентом, еще 62 миллиона. Через полгода ревакцинация, еще 60. То есть, он один раз сделал эту вакцину и теперь с нее вечно получает. То же самое точно так же получают фармацевтические компании. Точно так же получает прикормленный чиновник. Точно так же получает прикормленный пропагандист. Или якобы общественный деятель, который топит за эту вакцину. Который говорит, ребята, нет. Кроме как вакцинации, других вариантов нет. И вот эта вот система введения обязательных QR-кодов, она показывает, что все, они уже даже ПЦР-тесты исключили. Из вот этого вот перечня на получение QR-кода. То есть, с 1 февраля уже результат ПЦР-теста не будет иметь никакого значения. Тебе просто не дадут этот QR-код. О чем это говорит? Это говорит о том, что производители вакцин, все, они хотят зарабатывать на этом рынке. Они не хотят его ни с кем делить. Именно поэтому в нашу страну не пускают иностранцев. Да, производители иностранных вакцин. И я вам предскажу, что будет дальше. Вот те, кто сегодня едут за границу, прививаться там иностранными вакцинами по понятной причине. Потому что не очень доверяют нашим. Да, появились же целые туры. Именно туры люди едут вот туда за бугорную вакцинацию. Я вас расстрою, ребята. Но предскажу, как это будет. Где-то к весне, ну, край к лету. Вот эти вот ваши сертификаты о вакцинации, иностранные сертификаты о вакцинации, их аннулируют. Там будет такая же история, как была с польскими яблоками, например. Где по постановлению Роспотребнадзора, ну, просто всё. Объявили их незаконно, что они какие-то плохие, нехорошие, заразные. Здесь будет то же самое. Потому что ребята не хотят делить ни с кем рынок. Да, они, в общем, не скрывают это. Они ведь уже прямым текстом, даже в эфире федеральных СМИ говорят, когда их спрашивают. Так вот эти вот все антиковидные меры, они для чего, они на что направлены? Они прямым текстом говорят, чтобы заставить людей прививаться. То есть, ни о каком здоровье речи уже не идёт. Здесь чистый бизнес. Ну, простой пример. Кто-то вот сейчас со мной поспорит. Нет, ну эти QR-коды, вот говорят, да. Уколоты, ура, патриоты. Эти QR-коды помогают делать так, чтобы мы не заражались. Мы сейчас зато ходим по этим торговым центрам. Мы приходим в эти магазины. Мы ощущаем, что мы находимся в чистой зоне и бла-бла-бла. Сейчас. Проедь сейчас. Прямо вот встань после того, как досмотришь этот ролик. Доедь до ближайшего торгового центра. И посмотри, что там происходит на входе. Я тебе скажу, что там происходит. Там стоит километровая очередь. Километровые в этой очереди проверяют QR-коды на вход. И вы там в этой очереди стоите, дышите, кашляете, чихаете друг на друга. Возможно, друг друга заражаете там какое-то время. Полчаса, может быть, 15 минут. Неважно. Ты в этой очереди тусуешься. А затем ты заходишь в этот торговый центр. Ой, я попал в чистую зону. Да ты уже в очереди. Если что-то и подцепил, то ты подцепил в этой очереди. То же самое. Сейчас они введут на транспорте QR-коды. Будет та же самая ситуация. Представляете, если подъезжает автобус. Да, в автобус спускают по QR-кодам. Но как это будет происходить? Стоят люди на остановке. Открывается передняя дверь. Опять образовалась очередь. И все заходят. Там какая-нибудь бабка кое-как залезает. Пока она считала QR-код. Вот вы стоите в этой очереди. Опять же заражаете друг друга. То есть, это не про здоровье. Это про то, что ребятишки хотят зарабатывать. И у них это получается. Они сейчас попробовали, вдохнули. Это здорово. 150 миллионов россиян. Ну, там поменьше. 140 миллионов россиян. Вот 30% они привили. Они ощутили. Бабки пошли. За 62 миллиона привитых они уже получили первые транши. И они осознали, что это классно. Что это здорово. Сейчас надо только закручивать, закручивать, закручивать гайки. Вынуждая людей идти и прививаться. А ты при этом зарабатывай деньги. Недаром ведь этот список постоянно расширяется. То есть, сначала заговорили об обязательной вакцинации для отдельной категории граждан. Которые, ну, там было якобы оправдано. Которые тесно общаются с людьми в силу своей трудовой деятельности. Сейчас вот они заговорили, что обязательная вакцинация нужна еще и людям пенсионного и предпенсионного возраста. 60 плюс. По одной простой причине, что вот у них организм ослаблен. Они подвержены, значит, влиянию вот этой вот истории. Хотя, давайте будем честными. Как раз пенсионеры, они меньше всех ходят по улице. Ну, просто тяжело они дома сидят в основном. Но вот давайте расширили этот список. Сейчас, значит, мы отменим ПЦР-тесты. И нужен будет код, хотя бы для того, чтобы куда-то поехать. Там на поезде или там на самолете. Потому что, ну, ладно, с транспортом, который общественный, который ходит по городу. Может быть, и не все этим метро пользуются. Не все этими автобусами пользуются. Но вот, например, куда-то поехать отдохнуть. Да просто к родителям. Потому что не все жители крупных городов реально живут в этих крупных городах. Придется предъявлять QR-код. Вот, чтобы тебя пустили в этот самолет или поезд. А ПЦР-тесты отменят с 1 февраля только вакцина. Или только что ты перевалил. Да больше скажу. Я тут читал вчера буквально одно совершенно замечательное интервью. С очередным оборотнем в белых халатах. Она выступала на предмет, какие могут быть противопоказания для получения медицинского отвода. Ребята, я обалдел. Давайте зачитаю. Единственным безусловным противопоказанием к прививке от коронавирусной инфекции является сильная. Аллергическая реакция на первую дозу этой прививки. К примеру, анафилактический шок. А дальше вообще забавно. Она продолжает говорить. Никогда не догадайтесь, что она сказала. Но если человеку противопоказана она, а одна вакцина он может поставить другую. Короче, если ты привился компонентом условного спутника ВИИ и чуть не сдох, не беда. Это не повод для отвода. Попробуй другой прививкой. Если и в этом случае не сдохнешь, но тебе будет плохо, попробуй третью. То есть, и вот так вот методом научного тыка, если тебе повезет, а то, когда все пять попробуешь, если действительно все пять плохо на тебя влияют, и ты вот реально, тебя чуть не увезли в реанимацию, тогда мы тебе дадим отвод. То есть, я говорю, тут, ребят, нет уже никаких разговоров о здоровье. Просто большой, огромный рынок. В своё время Потапенко ещё сказал, да, мы для них стали новой нефтью, и мы стали для них новой нефтью. Это огромный-огромный маховик, в котором крутятся огромные деньги. Эти деньги идут из госзаказа. То есть, это самое сладкое такое для любого предпринимателя. Все поспрашивают у своих работодателей, любой предприниматель мечтает о госзаказе. Вот и всё. Поэтому у меня нет панацеи, я не знаю, что посоветовать, но я знаю, что ничего хорошего из этого не увидят. Всё. Спасибо, что выслушали. Как-то так реальная журналистика. Коротко о главном. Увидимся, услышимся и очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok